Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам сказку. Да, это видео отлично подойдет, если вы сейчас укладываете детей, или вы просто хотите прекрасно провести ближайшее время, потому что мы действительно с вами окажемся в сказке. Я обещаю вам интриги, страсть, любовь, предательство, вероломных злодеев, героев. В общем, все как в сказке. И не буду спойлерить, не буду говорить какой конец, сами-сами все увидите. Ведь иногда наша жизнь так похожа на сказку. Мне прям интересно каждый день в каждом ролике вам рассказывать про свои елки. Я продаю лучшие, самые ровные, самые пушистые. Мы в этом году доставляем елки по всей России, можно в любой город заказать. Мы даем гарантию, что это будет лучшая елка, которую вы только можете купить. Это просто идеально, это эталонная елка. Как можно после вот этой красоты домой ставить какое-то пластиковое убожество, из коробки доставать и называть еще этот праздник Новым Годом? Как вы думаете, кто самый неоднозначный, эпатажный, своеобразный, Ну, мне сложно подобрать другие слова, чтобы кого-то случайно не обидеть. Руководитель российских регионов. Ну, можно брать нынешних и прошлых. Ну, кто-то сейчас уже говорит Кадыров, Кадыров. Ну, я бы с вами поспорил, я бы с вами поспорил. Потому что самый необычный и неоднозначный это Леонид Игоревич Маркелов. Это бывший глава Республики Морел. Совершенно точно вам говорю, что в рейтинге самых необычных руководителей российских регионов Леонид Игоревич уверенно займет первое место. Просто о нем мало кто знает. Возможно, вы слышали где-то, а скорее всего, вы даже про него не слышали. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Потому что в свое время для меня Маркелов стал настоящим открытием. И я не могу с вами не поделиться, тем более, вот только что пришли свежие новости о его судьбе. А его судьба, хочу вам напомнить, это настоящая сказка. Честно признаться, я даже восхищаюсь этим человеком. Романтик, безумец, диктатор, восхитительный, неординарный и непроизойденный. Я его назвал даже последний король Морел по аналогии с фильмом Последний король Шотландии. Человек огромных амбиций, ну просто волею судьбы он оказался в клетке российской действительности. Леонид Игоревич родился явно не в том месте и тем более уже не в то время. Ему, конечно, надо было бы быть как минимум саудовским принцем. Ну или каким-нибудь африканским диктатором в середине прошлого века. И там бы у него было конечно большие возможности для самовыражения. Потому что такой человек должен летать, он должен строить и разрушать города. Он должен держать головы своих врагов в холодильнике. Он должен вершить судьбы народов. Он должен творить историю и навсегда вписать в эту историю свое имя. Но так вышло, что Леонид Маркелов работал в какой-то российской глуши. Всего лишь он был руководителем республики. Это как льва посадить в клетку. Да, мои акулочки? Краткая биографическая справочка. Маркелов возглавлял республику Морел более 15 лет. С 2001 года во время выборов республики, кстати, в 2004 году он получил у населения интересное прозвище. Ленька Голубой Экран. А все потому, что в голубом экране кроме Леньки никого не было. Была очень агрессивная избирательная кампания. И о других кандидатах в СМИ просто не было тогда никаких упоминаний. А в 2009 году Маркелов был выдвинут кандидатом в президенты республики от партии Единая Россия. Ну, собственно, в партию он вступил в 2007 году, до этого он был в ЛДПР. Обычный путь, я думаю, никого из вас он не удивит. Пацан, успех ушел. Но гораздо интереснее, что при нем происходило в Морел и в столице республики, городе Йошкар-Ла. Здесь нужно немного, наверное, обрисовать портрет Маркелова. Потому что сам Маркелов, возможно, ассоциирует себя с Лоренцо Медичи. Мне, конечно, сейчас нужно... Так, мои любимые акулки. Мне, конечно, сейчас нужно надеть такой халат психоаналитика. И так, доктор, что с ним не так? Мне хочется, чтобы Мариэл походила на эпоху Возрождения. И здесь бы происходило свое возрождение искусств. Традиции меценатства. Это сказал глава республики, открывая в 2012 году очередной памятник. По данным телеканала «Дождь», меценатом, который дал денег на памятник Медичи, а памятник открывали Медичи, стал именно Маркелов. Ну, то есть, а учитывая то, что он сам себе читал Лоренцо Медичи, то фактически памятник он сделал сам себе. Разумеется, на открытии памятника политику и поэту он читал собственные стихи. Лоренцо Медичи, встречайте, банкир, известный меценат. И он, конечно, виноват, что на правительственном сайте «Марийской аномалии» сегодня можем наблюдать величие Италии. Чего, ***? У нас впереди еще будет много прекрасных стихов. Я не зря сказал, что мы с вами находимся в сказке. Вообще, у Леонида Маркелова странная любовь не только к Италии, но и к своим инициалам Л.М. Леонид Маркелов. Ну, тут очень хорошо ложится памятник Лоренцо Медичи, но это еще не все. Ну, к примеру, кто был в Йошкареле, не знаю, как сейчас, но многие годы лучше гостиницей. В городе была гостиница Людовика Моро, которая была названа в честь знаменитого итальянского герцога. Но важно, что инициалы должны быть сделаны Л.М. И на всех счетах там везде Л.М., Л.М., Л.М. Гостиница, кстати, так себе, такая обычная провинциальная помоечка, завешанная в довершении всего портретами кумиров Маркелова. Но, кстати, на главной площади стоит памятник Святому Леониду. Тоже такая вот отсылочка. Сама площадь, кстати, чем-то напоминает Венецию. Я бы сказал, даже такую карикатуру на Венецию. Здесь нужно сказать, что Леонид Маркелов решил превратить Йошкарлу, только не смейтесь, дальше идет цитата, в центр средневекового города, но при этом абсолютно современного. Это из его интервью. И он решил просто собрать здесь все нелепые пародии на лучшие памятники мировой архитектуры. Глава республики сам принимает участие в проектах. Ну, конечно, какой диктатор сам не принимает участие в проектах. Он везде, он везде. Он говорит, что любит архитектуру, а потому нашел двух талантливых архитекторов и вместе с ними начал рисовать в свободное от работы время. То есть, он не просто утверждал проекты, а он еще рисовал своими руками. Маркелов в свое время очень любил путешествовать. И, собственно, он привозил в родную республику все понравившиеся здания. Ну, вот побывал человек в Венеции, а вот уже Венеция побывала в Йошкарле. Это вы после путешествий оставляете какие-то фотографии в инстаграме, делаете селфи, а человек на память о своих путешествиях у себя дома строит здание. Безумец, безумец, думаете вы. Да, да, но какой, но какой безумец. Понравилась Маркелову в Брюге, вот вам набережная появилась в Йошкарле. Хорошо приняли Маркелова в Москве. Ну, вот вам пародия на Спасскую башню. Да, здесь нужно понимать, что Маркелов, он особо не утруждает себя там пропорциями, еще чем-то. Поэтому он так по памяти, он, конечно, посмотрел, увидел там где-то в Москве, в Венеции, еще где-то здание. Приехал к себе и так вот, как видите, нарисовал на салпетке. Бросил и сказал, стройте. А кто мог перечить этому человеку? Никто. Так вот и строили. И так сойдет. Конечно, когда ты на все это смотришь и впервые попадаешь в Йошкарлу, ты думаешь, что вот это все уместнее бы смотрелось в китайском парке аттракционов или в китайском отеле. Но я же сказал, человеку подрезали крылья. Ну, не хватило на точную копию денег. Вот приходится как-то импровизировать, импровизировать. А то бы были точные копии, а может быть даже лучше и больше. Все деньги городского бюджета много лет во время правления Маркелова уходили на его творческие амбиции. Если вы думаете, что Йошкарла – это город-сад, то вы, конечно, ошибаетесь. Это скорее город-разруха, который просто был брошен на произвол судьбы. Йошкарла – это голодный нищий город, который просто стоит под замками Маркелова и безмолвствует. Почему? Почему же так получилось? А почему же люди молчат? Почему же люди ничего не говорили? Как и любой безумный диктатор, Маркелов крайне болезненно реагировал на всю критику. Вот что он, например, ответил на вопрос обычного таксиста, который пожаловался на плохие дороги. А здесь нужно сказать, что при Маркелове в Йошкарле дороги были не только плохие, это были одни из очень худших дорог в России. Перед жалобой таксиста посмотрите видео, какие были дороги в Йошкарле, когда я там был. То есть у любого человека от этого был бы шок. Таксист пожаловался, и вот что ответил Маркелов. Мало ли что он сказал, таксисты, они ездят на дорогах, попадают в аварии, потом люди оказываются в больницах. Этих людей надо лечить не за счет таксистов, а за счет бюджета. А иногда терапия экстренная стоит до 100 тысяч в день, и мы лечим этих людей. И деньги отвлекаем вместо того, чтобы ремонтировать дороги. Часто эти таксисты пьяные совершают ДТП. Они тормозят резко, они останавливаются, заезжая на бордюры и гробят дороги. Поэтому, кто их уничтожает, так это как раз таксист. Ни одна швейцарская дорога такую зиму, как в России, не выдержит. Есть еще совершенно дикая история о том, как в 2012 году гражданский активист Евгений Пирогов после общения с Маркелом внезапно оказался в психбольнице. Главу региона Евгений случайно встретил во дворе здания правительства Мариел. У собеседников возникли разногласия по поводу архитектуры и сохранения исторического облика Ешкарлы. Напряженная беседа длилась всего 2-3-4 минуты, после чего оппоненты разошлись. Но уже через полчаса Евгения задержали полицейский и доставили его в отделение. Еще через несколько часов его увезли обратно в здание правительства, где советник Маркелова Алексей Гомзин стал в присутствии трех полицейских угрожать активисту, хвастая своими боевыми 90-ми. После этого Евгения вернули в отдел, он провел там ночь в камере, а недели через две его позвали на беседу в местное управление Следственного комитета. И следователь сказал ему, что против него завели уголовное дело по статье 319. Это оскорбление представителя власти. Ну и вскоре суд отправил активиста на обследование в психиатрическую больницу на срок до 30 суток. Своё президентство в начале нулевых Маркелов начал с того, что закрыл или уничтожил все оппозиционные СМИ. Из-за этого, кстати, некоторым из них пришлось печатать свои тиражи в соседних регионах. Потом настала очередь оппозиционных сайтов, их тупо просто блокировали местные провайдеры по звонку Маркелова. Еще до того, как были Роскомнадзоры и были все законы, просто по звонку всю неугодную информацию в республике местные провайдеры блокировали. Начало было настолько веселым, что Евросоюз даже опубликовал резолюции о нарушении прав человека и демократии в республике Мариэл. И это не только стандартные высказывания о преследовании журналистов, хотя только в 2001 году было сразу три убийства. Там написано, например, что власти Мариэл угрожали закрыть школы в тех районах, которые на президентских выборах голосовали за оппозиционного кандидата. Наконец, с трудностями столкнулись представители марийского народа. Даже Евросоюз разглядел, что образования на марийском языке просто не существует. Но мы давайте с вами поговорим про красоту и опять цитата, цитата. Для того, чтобы творить, нужна красота, и красота должна окружать тебя с раннего детства. Это говорил Маркелов о центре Ешкарлы. Напоминаю, что простых людей в Ешкарле окружает вот такая вот красота. Настоящая Ешкарла, она, естественно, приходит в упадок. В 2010 году столицу Мариэл исключили из списка исторических городов. Здесь осталось всего три дома, которые относятся к памятникам архитектуры. Все остальное снесли и уничтожили. Вообще, у местных жителей много претензий конкретно к облику Ешкарлы, вот этого Маркеловского периода. Здесь просто появляются какие-то смешные копии европейских дворцов. Но при этом власти забывают о кривых бараках. Ладно, будем честными. О своих холопах, простых жителях, царь Леонид Маркелов тоже не забывал. Если подданные хорошо себя вели, им с барского стола перепадали кусочки кирпича и мрамора от дворцов, чтобы они могли заделать ямы у себя во дворе. Италию Маркелов искренне любил. Я восхищаюсь этой страной, потому что в каждом городе есть свой храм, кафедральный собор, есть своя площадь, есть замок мэра города, великолепные дворцы. Потому что была элита, которая создавала и творила, которая жила на этом месте. Каждый род имел дворец, замок в черте города имел свое производство. И с годами это по наследству передавалось все. В Яшкарле не было своего Кремля. Не беда, Маркелов построил новый Кремль. Ну и конечно же Маркелов очень любил храмы. Они в Яшкарле появлялись как грибы после дождя. Например, в самом центре сразу за сгоревшими разваливающимися бараками растут храмы. Ни в одном городе, если честно, я не видел такого количества храмов. Про храмы, кстати, в Яшкарле ходит легенда, что будто бы Маркелов либо был болен эпилепсией, либо просто излечился и пообещал в связи с этим воздвигнуть определенное количество церквей. Правда это или просто красивая городская легенда? Решайте сами. Говорят, однажды Маркелову задали вопрос, почему столько церквей построили, а дороги не трогали? На что Маркелов якобы ответил. Когда люди к Богу идут, они на дорогу не смотрят. Чем еще был примечателен Маркелов? Если почитать новости и статьи о нем, то создается впечатление, что в жизни он любит три вещи. Стихи, архитектуру и бизнес. Казалось бы, весьма безобидное увлечение. Но проблема в том, что больше всего он любит свою архитектуру, свои стихи и конечно же свой бизнес. Который был переписан, правда, на родственников. Жители Яшкарлы жаловались, что в республике просто невозможно нормально вести бизнес. Нет работы, нет вообще никакой инфраструктуры. Единственная возможность для роста это просто уехать в ближайший крупный город Казань. И вот, что жители пишут на форумах. Сегодня город полностью превратился в сборище дешевых копий различных мировых достопримечательностей. Ликвидировали детские сады, обанкротили многие предприятия. Автобусные, строительные, заводы закрыли и продали под торговые площади. Не стало живой набережной, вместо нее теперь серый бетон с камышой и тиной воды. Из последних нововведений собираются поставить памятник врачу за 30 миллионов рублей. Чтобы стимулировать молодежь идти врачами с зарплатой в 12 тысяч. Как и любой уважающий себя диктатор, Маркелов ненавидел выборы. Депутаты предложили пятилетний срок, конституция это позволяет. И я согласился. Люди уже настолько устали от всевозможных выборов, референдумов. И деньги тратятся, и силы. Лучше заняться делом. И действительно, зачем нужны выборы, когда регионом управляет столь эффективный губернатор? Несколько лет назад Мариэл находилась на 57-м месте в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Столица республики Йошкар-Ла не входила в рейтинг 100 лучших городов России. Есть ли рейтинг худших городов, мне, к сожалению, неизвестно. Но, я думаю, вы не просто так не слышали ни про Мариэл, ни про Йошкар-Лу, практически ничего хорошего. Ну и, естественно, Маркелову не были чужды столь любимые российскими чиновниками родственные схемы. Например, в 2013 году он опубликовал декларацию о доходах, в которой имени его супруги уже не оказалось. Сам глава республики отчитывался, что зарабатывает в год 2 миллиона 597 тысяч рублей. Ряд СМИ писал, что Маркелов развелся с женой еще в 2012 году, за два месяца до подачи предвыборной декларации. Существует еще прекрасное антикоррупционное расследование, из которого нам известно, что развод Маркелова позволил ему скрыть причастность к компаниям, совокупный годовой доход которых превышал 2 миллиарда 260 миллионов рублей. То есть в тысячу раз больше, чем за декларированный им доход. Большая часть компании она принадлежала жене главы Мариэл Ирине Маркеловой. Ну, талантливая жена, смотрите, 2 миллиарда компании вдруг начали зарабатывать. Но в 2012-2013 годах многие из них перешли во владение другой родственницы губернатора Татьяны Ивановны Маркеловой. Спектр занятий этих фирм был весьма широк. Например, семье Маркелова так или иначе принадлежали ООО «Телекомпания 12 регион». Это не только теле и радиовещание, но это было и строительство, и добыча полезных ископаемых. Это был «Марийский цемент», это крупнейший «Мариэл агрохолдинг», ООО «Тепличное», там «Новофокинский ликероводочный завод», «Марийская независимая вещательная корпорация» и так далее, так далее. Очень много было этих юридических лиц. Несколько компаний входили в, судя по всему, специальный созданный для управления активами семьи холдинг ООО «Июнь-2006». Прекрасный нейминг. Видимо, в июне 2006 года они холдинги и организовали, чтоб особо не парить над названием, так и назвали. Самое забавное, что Маркелова тогда совершенно не печалило, что его фиктивный развод стал достоянием общественности. Есть прекрасная нарезка его интервью. Он тут прямо признавался, что иногда стоит развестись с женой бизнес-вума, чтобы продолжить процесс созидания. Да, сегодня, конечно, чиновнику иметь жену, которая, например, занимается бизнесом сложно. Потому что, чтобы она не построила, чтобы она не сделала, будут обвинять мужа. Поэтому иногда стоит развестись для того, чтобы продолжить, так сказать, какой-то процесс созидания. И в этом ничего такого нет. Я знаю более высоких людей, чем я, которые разводятся. Ничего страшного в этом нет. Чувак не боялся и не стеснялся вообще ничего. Он прямо так и говорил, так и говорил. Ну, и здесь же он забавно рассуждал на тему того, как полезен админресурс. В России сегодня как раз метросильный ресурс – это и есть движущая сила для развития экономики. Потому что можно прийти к мэру города и сказать, я хочу построить завод. Он скажет, знаешь что, иди-ка ты вообще, ты не по адресу, хочешь строить – строй. Иди там законным путем, пусти бумагу, и она будет 10 лет ходить. Одному нравится, другому не нравится, визы собирать. А он скажет, что, вот вас-то я и ждал сюда. Вот, давайте, выбирайте земли, я в ускоренном порядке вам дам этот участок, стройте завод. Можно расценить это как коррупция, это как это так. Пусть по закону надо бумагу запустить, чтобы она лет 10 ходила. Нет. Вот если она будет 10 лет ходить, никто ничего не построит. А на вопрос о мигалках он отвечал, что… Руководитель должен летать на хорошем самолете, ездить на хорошей машине. И спецсигналы должно быть, и охраны должно быть. Это мое мнение. Ну, еще маленький штришок, что когда заместителя мэра Волжска взяли под арест за взятку, Маркелов назвал его достойным человеком и предложил, что он просто увлекся. Ну, бывает так, увлекаешься, увлекаешься и начинаешь взятки брать. И я думаю, что не исключена провокация. Возможно, что он увлекся, возможно, что он где-то заупотребил. Ну, мы все живые люди. Ну, представьте себе, что к вам приходится служивец и говорить, «Слушай, помоги мне, я тебя не забуду». Человек думает, ну, денег мало, зарплата маленькая, да я помогу. Всякое бывает. Ну и, конечно, нельзя не поговорить про творчество Маркелова. Я же сказал, что он увлекается поэзией, это одно из его было основных хобби. В свое время про него вышел сюжет на НТВ, где корреспондент разговорил что-то. Он всем и везде, при каждом удобном случае читает стихи. И никаких-нибудь там Пушкина или Бродского, только свои. Глава Мариэл, он писал стихи, ну, например, о власти и выборах. Давайте, ну, он, к сожалению, сейчас не может, но я могу, я могу за него. Я за Леонида Маркелова подниму упавшее знамя и прочитаю за него. Закон нам предложил сценарий, где мог любой пассионарий во власть явиться всенародно. Замученный народ почти свободно, как водится, почти формально голосованием прямым, доверившись словам пустым, стал избирать тиранов тайно. На этой деловой волне во власть прийти случилось мне. Чего? Ну и вот еще прекрасная про катастрофическую ситуацию с дорогами в Йошкарле. Вчерашний вечер, коротая, с заботами наедине печально сердце разрываю в раздумьях о грядущем дне. А день расписан на минуты, атаки на мои редуты. Дожди со снегом проливные, как прежде боли головные. Зимой убитые дороги лежат, как трупы ледяные. Летают разговоры злые. Спасибо вам огромное. Я желаю, чтобы все-таки работа ваша в ад не превращалась. А теперь давайте посмотрим, как жил наш король. Вот это вот красное четырехэтажное здание, это резиденция. Это королевская резиденция. А серый домик вплотную к ней, это гостиница для высоких гостей Его Величества. В основном она простаивает без постояльцев, потому что гостей было не так много. Ну впрочем, как и большинство других отелей и зданий в городе. Ну вот посмотрите, как это выглядит с другого ракурса. А вот сейчас посмотрите, видите здание с арками. Это галерея, и в этой галерее висели полотна с изображением великого правителя земли Марийской. На них он предстает в средневековых образах. Вот посмотрите, как выглядит Мариэл эпоха Возрождения. А вот так вот были украшены ворота в королевскую обитель вот таким гербом. Это герб главы республики Леонида Маркелова, семьи Маркелова. Его разработка проводилась с учетом геральдических норм и пожеланий Леонида Игоревича. А вот в этой четырехэтажной башне располагалась винтовая лестница, ведущая на четвертый этаж. И лифт способный поднять пассажиров только до третьего этажа. Больше на первых трех этажах здания не было ничего. Это только средство подъема наверх. Функция этого строения до конца не ясна. Но Маркелову, видимо, было виднее, на то он и царь, видимо, не должна была быть своя башня в его замке. Ну а как же без башни? Может быть там располагалась, там жила прекрасная принцесса в заточении. И Маркелов ее там навещал. В общем, как говорится, красиво жить не запретишь. В какой-то момент Маркелов настолько охренел, то он начал просто хамить и издеваться над людьми. Ну вот, например, в 2015 году он приехал в одно из сел республики и был недоволен приемом. И вот, что он сказал жителям. Я так плохо первый раз принимаю. Нигде так не было, чтобы так ворчали, ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? Верю. И будете три года ждать. На каждого дядя кепки или без кепки я угодить не могу. Хочешь работать, иди работай. Хочешь ругаться, иди ругайся. Это что за бред? В общем, друзья, мы подходим к самому интересному. Потому что для нас сказка продолжается, а для Леонида Маркелова сказка закончилась весной 2017 года. Тогда новости посыпались там одна за одной. Сначала он ушел в отставку, и Путин назначил исполняющую обязанность на его место. Ходили в начале случаи, что он пойдет на повышение в Совет Федерации, но вскоре появилась информация об уголовном деле. Маркелова обвиняли в взятке свыше 200 миллионов рублей. И вскоре он был арестован. Его этапировали в Москву. Не получилось, не фартануло. И сейчас я хотел бы вам зачитать одно из первых интервью. Уже из камеры, уже поверженного короля из заточения. Первое интервью. Маркелова спрашивает журналист. В вашей камере мы видели из еды только кусок черного хлеба. Вам не приносят передачки? Маркелов отвечает. Нет, некому. Родители умерли. С женой я развелся, похудел на 8 килограмм. Там сейчас суп на обед должны принести. Его не заберут, пока я тут с вами? Ну лучше без супа остаться. Ну хотя бы лишнюю минутку с вами поговорить. Не спешите, не уходите. Очень тоскливо быть все время одному в камере. Сотрудники со мной не разговаривают. Даже не нашли несколько минут, чтобы объяснить мои права. Неужели я хуже Чикатило? Я ведь никого не убил. Суд не признал меня виновным даже в том, что мне инкриминируют. Тогда почему все так? Я 16 лет отдал государственной службе. До этого я был депутатом Госдумы. Был в Совете Федерации. Неужели я заслужил такое отношение? Расскажите моим друзьям, среди которых есть депутаты, о моем нынешнем положении. Пусть они внесут изменения в законы, чтобы людям за решеткой жилось легче. Мне нечем бриться, нечем ногти подрезать. Я скоро превращусь в дикаря. А еще закончилась выданная на месяц туалетная бумага. 25 метров, а больше не положено. Могу я купить ее за те 310 рублей, что остались? Ларек СИЗО заказы принимает раз в месяц, сказал один из сотрудников. Представляете? Это нужно изменить. Скажите депутатам обязательно. И пусть обяжут на законодательном уровне книги давать с самого первого дня. Я журналист. То есть не читать, не телевизор смотреть вы не можете. Так как же проходят в заключении ваши дни? Разрешают думать и молиться. Но иконку отобрали. Сказали, что она в металле, а это запрещено. Я знаю, что скоро тут охренею, простите за выражение, меня увезут в реанимацию. Тюрьма это ад для России. Не бросайте меня тут. Приходите пожалуйста почаще. Из-за того, что я тут вам наговорил, меня могут еще наказать. Но вскоре Маркелов обжился в тюрьме. И начал развлекать общественность и журналистов своими стихами. Вот собственно одно из его произведений мне придется зачитать. Ввиду отсутствия здесь автора. Вы готовы? Готовы. Мы тоже готовы вас услышать, Леонид Игович. Вы, Маркелов, взяли взятку. Кто вам это рассказал? Отвечаю по порядку. Взятку? Взятку я не брал. У моих друзей купили агрохолдинг. Много лет им потом руководили. Это сделка, мой ответ. Заплатили все налоги через свой расчетный счет. Вы поверьте, видят боги, все же я не идиот. Но если взятка, для чего же огороды городить? Господи помилуй боже, как же мне их убедить? Ночь прошла перед распятием. И последовал арест. Вот и новое занятие. Испытание, новый крест. Семь шагов вдоль стенки прямо. И направо только три. Дворик, каменная яма. И охрана у двери. Из угрюмых укулков не узнаешь новостей. Час, тюремная прогулка. Только в камере страшней. Конвоир гремит ключами. И защелкнули засов. И бессонными ночами не увидишь вещих снов. Мы грешили, несомненно, с объективной стороны. Но, признаться откровенно, я страдаю без вины. Без вины и доказательств. Заговор моих врагов. При стечении обстоятельств. Все понятно и без слов. Я врагов не осуждаю. Я их смог давно простить. И скорее предлагаю мир навеки заключить. Вот друзьям не дозвониться. И не стоит полагать. Трудно им сейчас решиться. Арестанту помогать. Я, бросая все на свете. Был готов для вас служить. А сегодня моим детям не на что, простите, жить. Для наивного поэта. В этот миг, как никогда, Нужна помощь и защита. Где вы, дамы, господа? Мое горе не измерить. И, по правде говоря, продолжаю все же верить В справедливого царя. Верить в Бога. И молиться. И прощения просить. Я надеюсь сохраниться. И детей своих растить. Мне один лишь путь остался. Ежеси на небеси. Чтобы вдоли разобрался. Президент всея Руси. Миловать. Прерогатива праведных государей. Их божественная Нива. За грехи прощать людей. Ну и в тот момент, когда вам, друзья, уже хочется простить этого святого человека. Давайте посмотрим, что сотрудники центрального аппарата ФСБ России изъяли из особняка нашего короля в центре Ешкарлы. Во-первых, там было прижизненное издание стихов Александра Сергеевича Пушкина с личным автографом солнца русской поэзии. Также там были рукописи известного русского историка и писателя 18 века Николая Карамзина. Кроме того, в особняке нашли огромное количество произведений искусства всемирно известных итальянских художников. Там был Боттичелли, там был Рафаэль, там были работы скульпторов, архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, кстати, что часть из найденных произведений искусства находилась в международном розыске. Маркелов был, конечно, очень недоволен, когда у него вели обыски в ходе судебного заседания в 2017 году. Он жаловался на произвол оперативника в ходе обысков у него дома. Обысками меня терроризируют, все матрасы разорвали, уничтожили наградное оружие. Наградное оружие у него уничтожили, понимаете как? Да, а еще боевые патроны нашли, ну это так. Ему еще 222 часть первую за незаконное хранение и приобретение оружия добавили. Ну и вот на днях пришла еще одна новость уже из Нижегородского суда, который рассматривает дело нашего героя. Суд конфисковал имущество бывшего главы Леонида Маркелова на 2,2 миллиарда рублей. Все забрали, все забрали. В доход государства изъяли около 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, включая 4 грузовых, 2 трактора, погрузчики, земельные участки, торговый центр в центре Йошкарлы, спортивно-оздоровительный комплекс 10 тысяч квадратных метров, квартиры, офис, коллекцию часов, среди которых были, например, Патек Филипп за миллион рублей. Ну и конечно миллионы-миллионы на счетах, которые у него были. Как говорится, вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. Такая вот история одного из самых необычных и неординарных российских чиновников. Про его яркий взлет и не менее яркое падение. Ставьте лайк, если вам понравилось. Напишите в комментах, стоит ли рассказывать такие истории. Может сделать отдельную рубрику и рассказывать про самых необычных российских политиков. Насколько вам интересны такие сказки. Ну а закончить я бы хотел стихотворением, которое совсем недавно написал Леонид Маркелов, который уже более двух лет сидит в тюрьме. Я забыл уже про лето. За окном лишь грязь и слякоть. Полагаясь на приметы, остается только плакать. И дождей осенних шепот, и уныние, и скука, и пустых ненужных хлопот, нескончаемая мука и погода в нашем доме. Смерть потоков государства. Власть покоится в Истоме. Настоящее коварство. И на фоне увядания жизнь идет в череде событий. Все придумано заранее. Вы меня за все простите. А у нас такая страна, что вообще, если бояться, нужно стреляться. Смерть потоков государства. Смерть потоков государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова